Образование это по понятным причинам всегда одна из самых обсуждаемых тем. И в конце года блокнот Волгоград вышел, чтобы спросить у горожан, что они думают о качестве образования в Волгограде. Средний, скажу я. Почему средний? Я вижу, как учатся люди. Средний. Не скажу, чтобы хороший. Я думаю, что средний. А что надо сделать, чтобы получше стало? Ну это не от меня зависит, от наших правителей, наверное. Сами учатся дети. Они не хотят... Дистанционка. Сейчас же опять переведут на дистанционку. А это все. Продают, да? Конечно. А как можно по дистанционке объяснить каждому ученику? У нас оставались... У нас никогда не было репетиторства. Бесплатно все было. Ну я сейчас учусь в горхозе, но мне все очень нравится. Только первый курс. А в школе когда училась? Ну вот в том году я закончила. Мне все очень хорошо нравится. То есть никаких проблем? Нет, я в принципе закончила очень хорошую школу. Мне все нравится. А репетиторы потребовались? Я занималась онлайн-курсами. Ну так как была пандемия. Но в принципе тоже очень хорошая штука. Но все равно какое-то дополнительное занятие, помимо школы, потребовалось? Ну для сдачи ЕГЭ да. Потому что все равно школьных знаний недостаточно. В плане учителей они могут тебе уделять столько времени, сколько тебе нужно. Прямо какие-то кружки были, там планированные, там еще что-то было. Сахматы даже, те же шашки. А сейчас ничего же нету. Только двор и школа. Я не скажу, что высокая, я скажу, что средняя. Потому что я закончила колледж и потом училась в университете. С университета в итоге отчислилась просто потому, что мне не устроило, как преподавали. Все-таки коррупция есть. Не буду прям говорить, какие университеты. Но помимо того, что в основном у нас студенты сами работают и платят за свое обучение. И им еще плюс дополнительно. Ну, откровенно говоря, дороговато выходит сессия. Ну это всем прекрасно понятно. Вы, наверное, сами тоже учились. Какая специализация? Бухгалтерский учет. И сколько просили этот учет? Ну, от трех до десяти. То есть это прям... Ну, если все мы понимаем, что высшее образование, мы все работаем. И как бы что-то где-то пропустили, где-то немножко недоздали. И это всегда все выходит в копейку. Если, конечно, родители у тебя имеют возможность за тебя это все оплатить. А так, когда ты сам по себе, то нет. Для меня это грустно, потому что очень много у них и талантливых ребят, у меня даже на потоке было, которые отчислились просто потому, что они говорили, что мы не хотим платить за то, что мы ничего не знаем. Вот как бы и все. А в колледже я хочу сказать, что да, если ты хочешь учиться, то тебе дадут абсолютно все. Я, например, училась в энергетическом, в Кировском, на банке, и я могу сказать, что это лучше вообще колледж, потому что я говорила, что мне нужно, и я учила. И преподаватели всегда шли мне на контакт, всегда все учили, поэтому разницу я почувствовала очень большую. Ну, меня устраивает в детях, в школе хорошо учат. То есть... До института мы еще не дошли. А репетиторы дополнительно не требуются? Нет, не требуются пока. А со школьными поборами может сталкиваться? Нет, слава богу, у нас нет такого. Какая у вас школа замечательная. Да. Лицей десятый.